Дорогие любители Австрии и Европы в целом, я вас рада в этот прекрасный зимний солнечный день видеть на своем канале Harmony Inostria. Меня зовут Катерина, я видеоблогер из Австрии, я представилась для тех, кто впервые на моем канале. И сегодня будет видео, которое я делаю по запросу, по многочисленным запросам. У меня уже не первый раз об этом спрашивали, рассказать об иммигрантах, сколько же иммигрантов живет в Австрии, какие они, какие национальности живут в Австрии. Ну, конечно же, кроме австрийцев, каких национальностей здесь больше всего, чем они живут, как они живут, как они здесь устроились, какие у них здесь права. Живут ли они на птичьих правах или они обладают теми же самыми правами, что и австрийцы. Если вам это интересно, смотрите мое видео дальше. Приятного просмотра. Ребята, я вас сразу хочу предупредить, что, скорее всего, это видео будет состоять из двух или более частей, потому что мигрантов в Австрии очень много, и за 15, и за 20, даже за 25 минут о них обо всех не расскажешь. Поэтому, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь сразу же на канал, чтобы потом не забыть. Но в конце видео я еще раз напомню вам, конечно же, подписаться на мой канал, поставить лайк и тому подобное. В этом видео также будет речь идти и о беженцах, потому что беженцы, но они тоже мигранты, они тоже мигрировали в Австрию по своим каким-то причинам. В чем я вижу особое отличие у просто мигрантов и беженцев. Прежде всего, беженцы – это те люди, как и обычные мигранты, которые приехали жить в другую страну по каким-то своим обстоятельствам, но они получили жилье на халяву, питание на халяву, медицинскую страховку на халяву, образование, некоторые образования тоже на халяву. Они также могут посещать на халяву и культурные заведения, театры, выставки, у них халявный проезд на общественном транспорте. В общем, халявная такая жизнь. Мигранты – это же те люди, которые приехали так же, как и беженцы, может быть, даже по тем же самым причинам. Это финансовое неблагополучие в их стране, также это могут быть военные действия, какие-то конфликты, политические преследования и тому подобное. Но они здесь работают, они нашли работу, они платят за свое жилье, они платят за свое питание. То есть жизнь у них здесь не халявная и не сахар. Сейчас я вам расскажу, как же живут здесь те, у которых жизнь не халявная и не сахар. Итак, ребята, каких же иммигрантов в Австрии больше всего? Как вы думаете, кто же на первом месте? Пару лет назад в одной австрийской газете я читала статистику. И вы знаете, я была очень удивлена, я бы ни за что не подумала, что именно они находятся на первом месте. Как вы думаете, что это за нации? С какой страны люди больше всего мигрируют в Австрию? Ну вот подумайте, нажмите на паузу, напишите комментарий, а потом мы с вами сверимся. Мне кажется, что мало кто угадает. На первом месте, ребята. Немцы! Немцы! В общем, я бы даже ни за что бы и не подумала. Ну, Германия – это соседняя с Австрией страна. Конечно, можно было бы это предположить. Но всё же, это статистика по всей стране. То есть, всё-таки немцы переезжают не только в землю Зальцбург, но и во все другие земли. Почему они переезжают в Австрию? Я бы предположила, что из-за работы. Это не означает, что у немцев низкооплачиваемая работа, и также все эти люди, которые приехали в Австрию, это не означает, что это такие чистокровные немцы. Нет, это все те люди, у которых есть немецкое гражданство, немецкий паспорт. Из своего личного примера могу вам сказать. Я знаю одну семью, которая переехала из Германии в Австрию, и одного мужчину, тоже немец, он переехал на работу в Австрию. Ну, начну, пожалуй, с семьи, потому что это русские немцы, и я с ними более так хорошо знакома, как они вообще попали в Австрию. Вы представляете, у них был урлауп, так, урлауп, у них был отпуск. И вот они едут на машине и видят все эти красоты, ребята, все эти высоты, и, конечно же, у них закружилась голова. И знаете, когда они проезжали по одной дороге, они увидели завод Бош, у нас здесь есть недалеко от меня завод Бош. И после того, как они уже вернулись с отпуска к себе домой в Германию, девушка отправила в этот Бош свое резюме. Она только вот закончила там какие-то курсы или институт, или что-то там по бухгалтерии. И в Германии она не нашла работу, муж у нее работал, она нет, и она вот решила попытать счастье и отправить свое резюме в этот Бош. И что же вы думаете? Ей положительно ответили. И вот так они переехали в Австрию. Муж здесь пошел на курсы, стал переквалифицироваться, так как он не нашел по профессии работу здесь. А жена вот сразу устроилась в Бош, они арендовали здесь квартиру, у них также есть маленький ребенок, ребенка отправили в садик и стали поживать и добра наживать. Но прожили они здесь недолго, несколько лет. Потом им все это надоело. Что именно им надоело в Австрии? Им надоело, что здесь все дорого по сравнению с Германией. Так они мне сами говорили, что в Германии все намного дешевле. Они даже не стали переоформлять страховку на свою машину, когда они переехали в Австрию. Потому что в Австрии страховка на машину намного дороже, чем она в Германии, так они мне сказали. Также здесь дорогое жилье. Девушка мне сказала, что за такую цену, где они снимали, по-моему, двушку или трешку, они могли бы жить в очень хорошей пятерке. Ну, также, конечно, было тяжело, что она одна работала, а муж ходил на курсы, не мог найти работу. Конечно, женщине содержать одну семью тяжеловато, потому что помимо ее рабочих обязанностей, надо же еще обязанности по дому всякие делать, и ребенок маленький. Также, когда ты только устраиваешься на новую работу, это тоже такой стресс, знаете, нужно там освоиться, нужно со всеми сдружиться, наладить контакты. Потом она начала даже устраиваться на другие курсы повышения квалификации. Она начала учить, по-моему, итальянский язык и ходить еще на курсы английского языка, потому что ей это нужно было для работы. Но, вы знаете, они довольно-таки прилично обустроились и записались даже на курсы танцев, ходили здесь и жили полной жизнью. Ну, вот единственное, что все дорого-дорого, и на всем приходилось экономить. И я так поняла, что муж нашел работу в Германии, наверное, зарплата была выше, чем здесь у нее в Боши зарплата была, у этой жены, у его. И они вернулись в Германию. Жалеют ли они об этом или нет, я не знаю. То есть основной целью переезда была красота, красота и то, что она нашла работу. А все остальное им здесь не понравилось. Люди им как-то не очень вроде бы понравились. Ну, цены в магазинах это само собой. Я уже как-то в одном из своих видео говорила, что здесь многие австрийцы, которые живут в пограничной зоне, они даже ездят в Германию покупать продукты, потому что здесь очень дорого. И бензин, ну, в общем, все тут дорого, все дороже, чем в Германии. Вторая история – это молодой человек, он чистокровный немец, жил тоже в какой-то програничной здесь зоне, в районе недалеко от Австрии. И вот у себя в Германии он не мог найти высокооплачиваемой работы по своей профессии, по своим навыкам, и нашел ее в Австрии. Он работает в фирме, которая поставляет лес из России в Австрию, или из Австрии в Россию, я точно не знаю. В общем, какая-то вот деревообрабатывающая промышленность. Тоже вот видите из-за работы. Нравится ли ему в Австрии? Да, нравится, но он также очень жалуется на цены в магазинах, и на жилье, и на частные дома. Здесь, чтобы купить частный дом, нужно брать кредит 100%. Даже если у вас здесь в Австрии хорошая зарплата, а у него очень хорошая зарплата, потому что он на какой-то там высокой должности находится, все равно он говорит, что я не могу откладывать здесь деньги на покупку дома. А у него вот такое желание купить именно дом, потому что здесь, знаете, в Австрии все стараются все-таки жить не в квартирах, а в частных домах, так поближе к земле, приземленными быть. Ребят, слышите, птичка прилетела. Будет мне помогать делать видео. Ребята, солнышко село, и уже как-то стало холодно. Так вот, еще кого я знаю? Еще я знаю нескольких русских. Это русские немцы, которые также переехали в Австрию в связи с тем, что они нашли в Австрии более высокооплачиваемую работу, чем они имели в Германию. Так что, наверное, я могу сделать вывод, что в Австрии зарплаты выше, чем в Германии. Но, соответственно, выше и цены на все, на жилье, на все необходимое, на продукты, страховки и тому подобное. Так что, если вы живете в Германии, учтите, что в Австрии не такая уж и шикарная жизнь, потому что даже если вы будете получать больше, то вы будете и тратить больше. Ребята, еще один момент. Как же относятся австрийцы к немцам? Вы знаете, если честно, то, по-моему, они их терпеть не могут. Почему я так думаю? Сейчас я вам поясню. Летом, когда немцы едут в отпуск, они едут в отпуск на море через Австрию, через австрийские автобаны, и забивают их напрочь. И обычные австрийцы не могут добраться до работы и проклинают их всякими нехорошими словами. Это первый момент. Второй момент. После того, как Австрия вступила в Евросоюз, она потеряла свою независимость, потому что раньше Австрия все-таки была такая же, как Швейцария. Это была такая нейтральная страна, где устраивались всякие переговоры. Это сейчас, если кто-то поругается, все в Швейцарию едут договариваться. А раньше и Австрия тоже занималась такими делами. И вообще это была великая австрийская, австро-венгерская империя. И когда они вступили в Евросоюз, они, конечно, потеряли свою популярность, свою независимость и стали как бы присмыкаться перед Германией, потому что вы знаете, что Германия – это страна номер один в Европе, самая богатая, самая передовая. И, конечно же, они диктуют всем, в частности Австрии, свои правила. И австрийцы должны перед немцами присмыкаться, ну, в каком-то политическом смысле, в экономическом смысле. Они поддакивают им, ревнуются в толерантности, кто толерантнее – Австрия или Германия. Вот такое нехорошее у них отношение на политическом уровне. Сами австрийцы думают, что немцы, они такие, как бы сказал мой муж, селяки. Ну, то есть больше такие, как из сельской местности, как мы говорим, деревенщина, что ли. То есть они такие более простые, не настолько так сильно образованные, такие, знаете, как мужик-рубаха. Они могут, например, если застрять в пробке на автобане, могут выйти, развести костер, шашлычок сделать. Австрийцы, конечно, не такие. У них много комплексов, они не такие открытые люди, ну, и вообще не такие, как англичане, немножко снобы, что ли. Немцы намного попроще, ну, и культура, конечно, у них такая попроще. Они могут там и пукнуть в общественном транспорте, и не только в общественном. Могут и во время обеда там, я сейчас вспомнила, это мы с подругой отдыхали в Турции. Там отель весь был заполнен немцами. И прям, знаете, на обед так ходить не хотелось, потому что все они там издавали вот эти звуки. И вонь стояла страшная, все пердели, ели как поросята. В общем, неприятное у меня осталось впечатление о немцах. Ну, конечно же, не все немцы такие. Может быть, я наоборот наткнулась на какое-то исключение из правил. В общем, они разные, и они недолюбливают друг друга. Итак, с какими же трудностями сталкиваются немцы, когда они переезжают на ПМЖ в Австрию? Прежде всего, это язык, потому что австрийский диалект, он достаточно сильно отличается от «хохдойча», от того немецкого языка, который вы, может быть, учили в институте или в школе, и вы понимаете, что такое «хохдойч», настоящий немецкий язык. Здесь они больше так говорят все на О, на У, Эстерайх. Например, здесь никто не говорит Я. Я – это «да» по-немецки. Здесь они говорят Я, Я, Я. Как-то так. Никто не говорит Nein. Они говорят НЕ. Или говорят НЕ-НЕ. И это я вам, конечно, привела самые простые примеры. Представляете, такие сложные, длинные слова. Они их сокращают. Везде вот эти вот запятые вы можете встретить у них, если они где-то здесь пишут. То есть так сразу не разберешься, что они вообще говорят, если вы учили вот этот чисто немецкий язык. Поэтому, конечно, немцам сложновато. Но так как они уже все-таки знают немецкий язык, так, поживут здесь несколько месяцев и привыкают. НЕ-НЕ-НЕ. Но это я вам приблизительно показала, как звучит здесь, в земле Зальцбург, австрийский диалект. Ещё хотела отметить, что многие пенсионеры, немецкие пенсионеры, кстати, это было написано прямо в этой статье, они мечтают вот выйти на пенсию, купить домик в Австрии и переехать жить в Австрию. То есть они видят Австрию как такой пансионат или дом престарелых. Здесь тихо, всё красиво, ухожено. Видите, птички поют, облака плывут над горами. Видимо, более лучшее медицинское обслуживание, потому что если у них есть такое желание переехать сюда. Я так понимаю, что Австрия более спокойная, более тихая страна, более чистая с экологической точки зрения. Поэтому пенсионерам уже хочется покоя. Ну, кстати, не знаю, я видела очень много немецких пенсионеров, которые путешествуют по миру, плавают на этих больших кораблях, в кругосветные путешествия ездят. И я бы не сказала, что им так уж хочется покоя. Они очень активные, там 80 лет, а танцуют там танго, ча-ча-ча, ходят на всякие эти курсы по танцам. Так что, с одной стороны, они очень активные, а с другой стороны, даже не знаю, почему им хочется состариться именно в Австрии. Если у вас есть идеи по этому поводу, будет очень интересно их почитать в комментариях. Итак, я, наверное, заканчиваю первую часть этого видео, в которой я рассказала о немцах. Теперь у меня есть обращение к говнокомментаторам. Если вы открыли это видео, чтобы написать какой-то неприятный комментарий, излить свою желчь, обидеть кого-то, меня или, может быть, каких-то других зрителей, то овчинка выделки не стоит. Если вы доросли до того возраста, в котором вы уже понимаете смысл этой поговорки, то я думаю, что вы воспользуетесь моим советом, потому что все комментарии к этому видео будут фильтроваться, и все оскорбительные говнокомментарии будут проваливаться в спамы и потом удаляться из этой корзинки спам. Я благодарю своих нормальных зрителей за просмотр. Если у вас есть чем дополнить это видео, обязательно пишите. Подписывайтесь на канал. Напоминаю еще раз, будет продолжение. Я расскажу и о других эмигрантах, которые живут в Австрии. Если вам все это интересно, конечно. Рада была с вами поболтать. И до встречи в новом видео. Пока!